так вот смотрите значит это вот такая присоска она с фитингом фитинг 1 8 ход силикона принципе очень хороший и также может быть вот под углом если вдруг где-то баночка какая-то стала под углом она может быть компенсировать угол захвата это и чем хорош хороша присоска с гофрой скручиваем это компенсатор тот самый да только у него ход штока побольше вот здесь мы фиксируем значит контрагаем какую-то поверхность захвата и вот он компенсирует уровне высоты присоска компенсировать может какой-то угол если вдруг крышечка стала значит вот у меня такие баночки нашу 1 вот такая с минералки 1 2 как бы 2 баночка наполнил обе водой весом они гораздо больше чем 100 грамм здесь крышечка поверхность больше диаметром здесь как раз таки такая как вы говорили да то есть с напитков примерно тут 20 миллиметров там 20 копейками вот то есть если вдруг где-то она стала боком вот даже так если если вы видите да здесь происходит под углом захват и внутри происходит вакуумное разрежение при подъеме захвата она баночка выравнивается становится в ряд и перемещается вот это эжектор который будет создавать вакуумное разрежение вот он маленький чем они хороши вот такие же ктора они разборная и они их можно покупать в зависимости вот как бы если в отличие от фестовского или других производителей разборным все то есть по этап нужен корпус можем как бы приобрести корпус нужен вот такой эжектор мы можем приобрести эжектор колпачок 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 это просто то что закрывает эжектор внутри системы вот они такие все маленькие компактная но в принципе довольно таки производительное ну и если что может быть еще вот такой эжектор вместо вот этого да то есть здесь он разборный да его можно чистить продувать смотреть вот есть вот такой вот он не разборный ставится он здесь на цанговых соединениях можно тоже здесь поставить либо под углом вот так поставить до вместо этого то есть к самому компенсатору и то же самое подачи сюда сжатого воздуха подает вакуумное разрежение внутри компенсатора создаются от жжение происходит захват ну вот сейчас я вам покажу как то выглядит делается довольно таки быстро у него один минус у этого эжектора поскольку он маленький у него плохое проникновение внутрь атмосферного как бы воздуха да и при отпускании он чуть-чуть замедлен вакуум создает быстро так вам не видно да вот вакуум создает быстро вот видите моментально а отпускает то есть нужно будет если не будете делать продувку да на эжектор где-то ставить то нужно чтобы подача сжатого воздуха где-то прекратилось буквально за секунду до того как вы хотите поставить то есть где-то если вот он взял вот моментально можно нести вот он держит довольно таки неплохо даже если как подергать его оторвать тяжело нагрузку хорошую держит но уже допустим где-то ставим буквально за секунду какую-то надо прекращать на него подачу сжатого воздуха чтобы он успел отпустить паночки именно в точке сброса вот если смотреть такую да то есть как вы спрашивали что что будет если там сместиться . . может быть она и сбоку вот происходит какой ответ отверстие вот отверстие нам самое главное чтобы она попала на пробочку на проб как она попадет без разницы вот самое главное если она попадает видите большой вес бутылки с водой она играет и вот это гофра она компенсирует нагрузку и происходит пусками то есть буквально за какую-то секунду-две тут можно рассчитать путем всяких проб да за какое время перестать подавать на эжектор воздух для того чтобы он в точке сброса мог без проблем отпустить баночки расход у них очень маленький у этих эжекторов экономия довольно таки большая по расходу воздуха вакуум он создает быстро моментально надежно держит он неплохо компенсатор отрабатывает всю нагрузку да вот гофра играет то есть может под разным углом принять если вдруг вот как-то так боком стало она может уже принять эту форму угол принять происходит захват и перемещение самое главное чтобы она отверстие вот это вода закрывала попадала на пробку крышку все она будет работать работают они в принципе довольно таки тихо шипеть немного сейчас сделаю видео вам отправлю все спасибо